Доброе утро, дорогие друзья! Артисты культурно-досугового центра «Октябрь» Ханты-Мансийска дали концерт в двух замечательных городах, посвященных всероссийской акции «Бескозырка». И в студии, конечно же, заведующая отделом художественного творчества культурно-досугового центра «Октябрь» Наталья Павловна Голубятникова. Доброе утро! Доброе утро! Наталья Павловна, рассказывайте, в каких городах побывали и как присоединились-то к этой всероссийской акции под названием «Бескозырка»? Ну да, действительно, творческие коллективы культурно-досугового центра «Октябрь» в составе большой делегации из Ханты-Мансийска посетили город-герой, город-побратим Новороссийск с концертными программами «С любовью» из Ханты-Мансийска и приняли непосредственное участие в двух больших акциях. Это «Свеча в окне» и всероссийская акция, ежегодная акция «Бескозырка». Ну вот давайте поподробнее. Расскажите подробнее об этой акции «Бескозырка». Про «Бескозырку». Но вообще надо начать сначала, наверное, с акции «Свеча в окне». Давайте. Это огромный крестный ход, в котором артисты, вокальный ансамбль «Славяне» и «Злато-Серебро», и я в том числе, приняли участие в крестном ходе, который начинался из центра Новороссийска и шел на протяжении, наверное, трех или четырех километров, огромнейшей колонной, начиная от мала до велика к мемориальному комплексу «Малая земля». Это все проходило вечером. В каждом доме, в каждом окошке вдоль дороги, по которой мы шли, горели свечи. Мы все шли с лампадками и со свечами. Маленькие детки, мамочки с колясками, очень много молодежи и подростков. Вы знаете, я увидела такое единение народа, и именно вот это единство народа, во мне поднялось такое чувство патриотизма за наш народ. Я понимала, что, идя со свечами, отдавая дань памяти тем матросам, которые на протяжении семи дней отстаивали город Новороссийска, эта атака врага во время Великой Отечественной войны, именно вот этот бой положил начало освобождения города Новороссийска. Так, что с «Бескозыркой»? Да, «Бескозырка» проходила ночью. Точно так же мы огромной колонной шли к мемориальному комплексу «Малая земля», и здесь уже был непосредственный спуск венка и «Бескозырки» в море. Ну и, конечно же, такая большая делегация, тот творческий десант, который высадился на берегах Новороссийска, не мог же уйти без концерта, никто же бы вас не отпустил. Да, безусловно. «С любовью» из Ханты-Мансийска. Давайте расскажите, как принимали, потому что мы только что видели фотографии с этого концерта. Вокальный ансамбль «Славяне» из «Лата Серебро» дали две концертных программы «С любовью» из Ханты-Мансийска в «Абрау-Дюрсо» и в «Станице-Натухаевске». Очень был радушный прием, очень тепло принимали нас зрители, и нужно сказать, что этот такой творческий десант уже не первый раз. Да, то есть это уже не первая поездка в Новороссийск, в город Павратин. Мы были первый раз. До нас ездили вокальный ансамбль «Солисты Югры», и из Новороссийска к нам сюда в Ханты-Мансийск приезжал казачий ансамбль «Россичи», которые очень тепло и радушно приняли нас в «Станице-Натухаевской». Два раза на протяжении всего концерта народ вставал в зале и пел вместе с нами. Это многого здорово. Какие песни? А вообще концерт был патриотического направления. Мы исполнили и наш край Россия, и родина мать зовет, и заповедные места. То есть очень много таких песен, когда народ пел вместе с нами, очень много было цветов. Ну и наверняка это в любом случае как-то подхлестнуло, зарядило артистов положительными эмоциями. И если уже говорить о каких-то планах, какие концерты ждут ханты-мансийцев в ближайшее время? Вот буквально 23 февраля в 13.00 мы приглашаем всех жителей города Ханты-Мансийска на концертную программу «Держава вечной сыны». Она посвящена Дню Защитника Отечества. Билеты можно приобрести в кассе КДЦ «Октябрь» по Пушкинской карте, ну и безусловно онлайн. Ну что же, все в культурно-досугую центр «Октябрь» города Ханты-Мансийска. Наталья Павловна, спасибо огромное. Спасибо вам. Доброго, бодрого утра желаем вам. С гостей прощаемся. С вами Жуднися. Две, две с половиной октябрьских минут. Дождитесь. С гостей прощаемся.